Александр Калинин, председатель партии регионов Республики Молдова, 21 февраля 2023 года, Донбасс. Данное заявление прошу считать официальным. Уважаемые граждане Республики Молдова, Молдова втянута в войну. На территории Молдавии война. Санду подписала все необходимые документы для размещения натовских самолетов на территории Республики Молдова. Данные самолеты будут производить боевой вылет для уничтожения массового скопления военной техники и живой силы Российской Федерации на территории Донбасса на линии соприкосновения. Также будут организованы боевые вылеты для нанесения авиационных ударов по территории Крыма и Крымскому мосту. Российская Федерация незамедлительно ответит и будет уничтожать все, что взлетает с территории Республики Молдова. Неминуя будут гибнуть мирное население. Параллельно с самолетами будут на территорию поставлены дополнительные системы по охране ПВО для охраны неба. Это не для того, чтобы защищать территорию Республики Молдова, а обеспечивать боевые выдады именно самолетам НАТО. И самое важное это те же системы, которые обеспечивают запуск и сопровождение ядерных ракет. Мы стоим на грани ядерной войны сегодня по выступлению Владимира Владимировича. Я думаю, что все это прочитают и между строк, что НАТО готовы к ядерному удару, но что ж, мы не против. Соответственно, эта фраза дала понять, что мы будем стоять до конца и будет уничтожена Европа в случае нанесения ядерного удара по территории Российской Федерации. Я вам уже ранее говорил, кто-то скептически к этому относился, ядерный удар будет произведен тоже с территории Республики Молдова. Дорогие друзья, все в ваших руках, уважаемые женщины, собирайтесь, можете раньше 8 марта собирайтесь, раньше 8 марта. Можете 8 марта собирайтесь, 8 марта. Не хотите собираться? Не собирайтесь. Все в ваших руках. В ваших руках жизни ваших детей, в ваших руках жизни ваших мужей. Обращаясь к военнослужащим, обращаясь к сотрудникам МВД, складывайте оружие, не стреляйте в сторону собственного народа. Не умирайте за не ваши ценности. Вы будете мобилизованы и в ближайшее время вас перебросит на территорию Украины. Я здесь нахожусь уже 10 месяц. Здесь страшно. И вы отсюда живыми не выберетесь. Не умирайте за то, что для вас не ценно. У вас есть ваши дети, есть ваши жены, есть ваши родители. Будьте полезными для них. Поэтому предпримите все необходимые меры для того, чтобы сохранить вашу жизнь и вставать на сторону народа. Вставать на сторону Российской Федерации. Все, что зависит от меня, я сделаю для сохранения вашей жизни, для сохранения жизни мирного населения Республики Молдова. Но при одном условии, что вы на стороне народа и на стороне Российской Федерации. Немного маленькая ремарочка, для того, чтобы вам было понятно. Дорогие друзья, одно из ведущих государств мира с бюджетом более 20 триллионов долларов вспоминает на выступлении сегодня, которое дал Байден. Вспоминает за Майю Санду и сказал, что для него большая честь была стоять с президентом Молдавии. И в том, что молдавский народ бьется за независимость. Скажите, пожалуйста, одно из ведущих государств говорит за Молдавию, говорит за Санду. Чтобы вам было понятно. У него основные челюсти стоят дороже, чем бюджет Молдавии. Какая Молдавия для Байдена? Какая Молдавия для Америки? Дело в том, что это все сделано для того, чтобы Санду не сдавала назад. Санду колебалась, но сейчас он ей поставил определенную ультиматуму. И поэтому было сказано в его официальном заявлении именно за Молдавию. В Молдавии уже не выбраться самостоятельно, только совместно с вами, только если народ Молдовы будет против. Санду надо сносить, и она выполнила поставленные задачи. Она может спокойно улетать, и дальше страну будут уничтожать. Поэтому, друзья, все делайте для того, чтобы ее не выпустить. И она должна сложить полномочия. Должно быть Временное правительство для того, чтобы спасти ваши жизни. Все надо действовать незамедлительно, потому что времени, по факту, уже его нет. С вами Александр Калинин, председатель партии регионов Республики Молдова.